Итак, дорогие дамы и господа, как вы заметили, я немножко поехал крышей часами. Ладно, не столь важно. В общем, сегодня мы будем рассматривать, как легкая реставрация ремешка для часов. Вы знаете, у меня часов довольно-таки сейчас в последнее время приубавилось. И вот если вы посмотрите на такие вот вещи, как грязь, вот такая есть всякая, это не очень приятно. И как же это нужно удалять? Вот такие моменты вот здесь вот грязь. А все на самом деле очень просто. Вам потребуется хозяйственное мыло, зубная щетка и, разумеется, 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 теплая вода. Все делается до дурения просто. Делайте вот такую штуку. Зубочистку, короче, натираете. И каждое звено вот так вот начинаете прочищать. Давайте рассмотрим сейчас на данный момент, допустим, вот этот самый грязный отрезок, чтобы можно было вам наглядно показать, как это все делается. Относительно кропотливая работа, но вы знаете, результат потом мне очень нравится. Вот у нас вот зубная щетка застряла. Ну ладно, пускай будет, короче, быть волосок, вернее, будете верить, что именно там вот мы чистили. Очищаем, и, как видите, на общем фоне, если приблизить даже, здесь вот мы чистили стало намного чище, чем в остальных местах. Ну и так, соответственно, вот полностью весь ремешок нужно сделать. Сейчас нажму на паузу, поочистим эту штуку и покажу, как это все выглядит в итоге. Так, возвращаемся к нашему ремешку. Мы его как раз начистили. Как видите, все блестит, раковина, все такая же грязная, да. Вот эти промежутки тоже прочистили зубы. Все очень просто, зубная щетка, хозяйственная мыла. Затем, да, кстати, волосинку я так и не удалил пока что, потому что сейчас удалил. И затем мы можем провести еще кое-что для того, чтобы... Это для особо педантичных людей, которые хотят, чтобы совсем очень сильно все блестело. Что-то, на замок там надо будет, наверное, посмотреть. Сегодня как раз достал на ремешок, наверное, ого. Защупался. Можно провести еще одну процедуру, которую я вам покажу через некоторое мгновение. Так, продолжим, короче, нашу эпопею. Как вы видите, на заднем фоне у меня уже тут есть часики одни. Сегодня я их наделал. Ракета, по-моему, называется, да. Так, потом надыбал еще вот такие. Это Восток. Уже обработал, ремешок почистил. Все блестит. И, какой же у меня маленький секрет есть. Это элементарная паста для полировки автомобиля под названием номер 74. Высокий абразив. Тремовская паста. Также я брал Феникса. Феникса. Название пасты я могу предоставить затем в описании видео. Ссылки уже сами там ищите. В общем, вот такие приколы. И можно взять, если у вас нету, допустим, турбомашинки какой-нибудь, можно взять туалетную бумагу. Можно также взять мочалку для того, чтобы нанести слой этой пасты. Но, смотрите, она при высыхании очень сильно так пылит, скажем так. Легкими и непринужденными движениями начинаете двигать туда-сюда. Опять же, это не то, что полировка, это наведение блеска, скорее всего. Потому что, чтобы полировать, нужны высокие обороты, которые мочалкой и вручную вряд ли сделаются. Но, чтобы придать такой блестящий вид, то можете слегка обработать. Натереть. Опять же, не стоит забывать, что когда он начинается наносить пасту, остатки пасты, они оседают вот в этих вот разъемах, звеньях. Соответственно, у вас там остается опять грязь. И, как бы, вы что чистили, что не чистили. Затем... О, кстати, вот здесь надо провести пасточкой, потому что там щеткой что-то не вытерлось. А учитывая то, что это высокоабразивная паста, то прочистится все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, обрабатываем. Натираем ремешок. Он становится более блестящий. Соответственно, она плитает в прикольный вид. Весная эффектно потом будет смотреться на руке, особенно когда вы видите какие-то винтажные часа. Это очень интересно. Но, опять же, это на любителя, это понятное дело. Но мне вот нравится старого типа часа. В общем, я пока нажимаю на паузу, закрывая крышку, приведу в порядок вот этот ремешок, чтобы он выглядит более меня прикольно. И покажу уже финальный результат. И так, я привел в божеский вид ремешок. Вы можете посмотреть. Надеюсь, фокусировка работает как надо. И мой штатив, который я сегодня разрекламировал, сборная команда, тоже мне не подводит. Мне очень удобно снимать. Тем более, дело это с мобильника, у которого камера внешняя 8 мегапикселей. Я считаю, это не так уж плохо, на самом деле. Конечно, сказать, что до конца полностью ремешок с делом там, я не могу. Ну, что, кривить душой? Тут некоторые моменты есть. Тысячки. Но они, так сказать, на езду не влияют. И все остальное визуально выглядит очень хорошо. Что касается одних часов, которые я сегодня достал, ну, я просто реально, ребятки, я просто в культурном оргазме. Вид очень такой, мне нравится. Также обработал стекло пастой. Ну, это пластмассовое стекло. Выглядит очень классно здесь. Кстати, есть еще дата. Меняется, это очень прикольно. Затем ремешок. Ремешок вообще отдельный брал, если не ошибаюсь. То ли от луча, то ли от чего. В общем, вообще, куча разных ремешков я надыл сегодня. Но это... Очень-таки прикольные будут в моей коллекции. Механические часы, которые я, наверное, буду носить по особенным случаям. Всем всего хорошего. Ребята, вы можете многие вещи извините за то, что дергаю камеру, сделать сами. Вот. Это был джедай. Пальцы вверх. Подписки. Пока.